Не ждите меня на работе Натуре, 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 натуре Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня бы отыщите тут же Гоняющий круглый полуше Натуре, натуре, натуре Я буду сегодня на туре Натуре, натуре, натуре Смотрите все это в натуре Добрый вечер, дорогие друзья Вот, наконец-то пролетело лето Уже наступает скоро осень А, соответственно, начинается и западная Примерно очень быстро пролетела межсезонье А значит, возвращается у нас и обзорно-аналитическая программа Натуре Да, ее ведущий Михаил Мерков, Дмитрий Ершов, как всегда, на месте Елизавета Кузенкова будет тоже с нами Сегодня в студии будут гости, как обычно Но мы немножечко поменяли формат передачи И, как вы видите, дизайн, он тоже немножечко изменился Но все для того, чтобы, друзья, именно вам все нравилось Сидим, ну, собственно, как вот тебе на нашем комфортабельном диване На диване намного удобнее, Миша, я думаю, что ты сам уже это почувствовал Да, некоторые изменения у нас произошли Межсезонье было небольшим Но зато сколько новостей оно нам преподнесло Очень-очень интересным получилось у нас это межсезонье Ну, я даже не знаю, Дим, на самом деле, как этот период для себя оценивает Как положительный или все-таки как грустный Да, потому что произошли у нас действительно события неординарные, так скажем Ну, вот положительных сторон-то, наверное, найти здесь не так много получится Да, мы увидим много новых команд, которые будут бороться, в общем-то, как-то решать свои задачи Будут бороться наравне с теми командами, которые уже не один сезон пребывают в западной премьер-лиге Ну, а вот по поводу плохих новостей, ну, это просто на самом деле какая-то катастрофа Как по-другому назвать от заявку о сформировании Атлантиса и Барса, я просто не знаю Ну, действительно, команды как синхронно в течение двух часов снялись в один день И для многих футболистов, особенно, наверное, Барса Это вообще был неожиданный ход Дмитрия Смирнова Но, тем не менее, остается фактом, ни Барса, ни Атлантиса больше нет Представляете, Барс, команда, которая с 92-го года существует, которую все хотят обыграть И, соответственно, который может сейчас изменить вообще вектор развития ЛФЛ Да, потому что не будет Барса Ну, и Атлантиз, да, это победители чемпионов В итоге играет Роман Широков, Максим Ромашенко, Дмитрий Половенчук Ну, я не знаю, что еще Также Атлантиз становился дважды чемпионом западной лиги Трофеев у команды очень много И, конечно же, всех волновал один такой большой вопрос Куда и как разойдутся футболисты вот этих двух грандов, наверное, всего любительского футбола И мы как раз с этой новостью бы и хотели начать нашу сегодняшнюю передачу На ваших экранах появляются трансферы Наверное, мы начнем сначала с футбольного клуба Барс И мы видим, что, пожалуй, все игроки Ну, может быть, за исключением некоторых Нашли себе новые коллективы, новые команды Ну, как просил главный тренер сборной И бывший главный тренер футбольного клуба Барс Дмитрий Сминов По возможности остаться футболистом в топовых командах В топовых чемпионатах В принципе, практически это так и произошло Ну, а самым массовым переход получился внутри Опять же, западной премьер-лиги В «Мегатитаны» и в «Титан» Плюс в «ЦДК» на север ушел Московский Хави Валерий Лихобабенко К Евгению Алдонину Там, мне кажется, будет не вообще убийственная Просто связка Это вообще можно смотреть Хотя Алдонин сейчас и сломан Для себя еще что-то отметил? Ну, вот меня, кстати, не удивил Трансфер Валерий Лихобабенко Что он перешел в «ЦДК» Там очень профессиональные футболисты собраны И как раз ему там будет очень удобно, мне кажется, играть Ну, согласен, да Но я открою небольшой инсайт Что Лихобабенко мог остаться на Западе Он мог перебраться в «Мегатитан» Но по каким-то причинам не сумели договориться И, к сожалению, да, Валера, он перебрался теперь на «Север» Кстати, давай быстро скажем уж о «Севере» Мы сказали, что «Терминатор» тоже флагман футбола 8 на 8 В Москве Тоже, к сожалению, прекратил свое существование И вот немножко «Северная лига» тоже обеднела Да, все-таки ты действующий чемпион «Северной лиги» Ну и вот так вот на пике тоже, можно сказать, команда покинула любительскую лигу Что ж, наверное, нужно переходить уже и к «Атлантису» Все-таки россыпь футболистов, которая собрана была там Ну, это игроки топ-уровня, безусловно И вот с «Трансферами» как раз, мне кажется, они не спешили, а очень так кропотливо выбирали себе новые коллективы Ну, наверное, главный «Трансфер» это все-таки Роман Широков Пока что это самая главная, наверное, звезда нашей лиги И Роман пока находится без клуба Но вот идут переговоры, что вот-вот он должен оказаться в КПРФ Составить компанию Шуленину, Полвинчуку, Яшину То есть как раз присоединиться с кем футболист, с кем играл, с кем, по идее, ему должно быть комфортно Там тоже не все так гладко и все достаточно так интересно и запутанно Широков бы просто хотел продолжать играть в «Атлантисе» И вот если бы весь «Атлантис» КПРФ перешел бы, то вообще, наверное, с «Трансферами» никаких проблем бы не возникло Ну, мне кажется, что вот Илья Савченко, он хотел бы забрать весь «Атлантис» Но просто есть уже костяк, сформированный, да, и просто так тоже Там людей, что называется, на улицу не выкинешь Хотя КПРФ, в принципе, и так Состав неплохой, но, опять же, тот же Шуленин, да, не будет, не сможет всегда ездить Потому что он сейчас в «Амкаре» тремя по физподготовке А Андрея Коновалова вообще заявили просто специально под Суперкубок Вот только такая возможность была А у Андрея, да, очень плотный график Но, к сожалению, и даже на Суперкубок Андрей не смог приехать Игрок сборной России Эрик Корчагин перебрался в магистраль Я, наверное, тоже отметим И уже, в принципе, забивает за новый коллектив Ну, это мастер высочайшего уровня Ну, вот жалко, наверное, мы не видим Романа Герасимова в ближайшее время пока Потому что, собственно, он себе команду на Западе не нашел Вот, ну и Максима Ромашенко я все-таки отмечу Который перебрался в пятый элемент и будет теперь там Да, там тоже есть экс-футболисты «Атлантис» Андрей Акименко, тоже самое Андрей Чернигевский Который как раз и возглавляет этот коллектив Поэтому здесь тоже выбор, в общем-то, был очевиден Ну, можете пробежаться еще, собственно, по нашей таблице Трансферной, так скажем, такого массового трансферного окна Еще западная премьер-лига, к сожалению, наверное, да Можно сейчас именно так говорить Не видела, но, тем не менее, вот что имеем мы сейчас Ну, а у нас, как обычно, сезон стартует с чего? Это суперкубка Запада, в котором КПРФ встречался с футбольным Клубом сотрудников прокуратуры Была интереснейшая встреча, борьба, в которой в упорной Борьбе ФКСП одержал победу в концовке Со счетом 3-2 КПРФ горел 0-2 И мы об этом вообще, вот то, как коммунисты начинают Игры, мы немножко поговорим чуть попозже В чемпионате, но мне кажется, это может быть фишкой Уже этого сезона Это вот такое совпадение, которое не совпадение, да, на самом деле То, что футболисты Атлантиса перешли в КПРФ И, пожалуйста, несколько матчей команда начинала пропустить в два мяча Да, вот абсолютно неэтичным с тобой думаем Действительно, вот ощущение, что вот этот Атлантис Магия, она переносится теперь в КПРФ Ну, посмотрим, что будет дальше Тем не менее, именно с этого матча Начался у нас чемпионат Западной Лиги Мы, кстати, поздравляем ФКСП, который третий год подряд, собственно, становится обладателем этого престижнейшего турнира Но мы начнем разговаривать о Западной Премьер Лиге Все-таки с того, чего мы ждали все межсезонье То, о чем мы очень много говорили То, чего мы ждали, с трепетом обсуждали И эта игра была очень важна для обоих коллективов Я, конечно же, говорю о матче Титан-Мега Титан Который, безусловно, попал в нашу эфирную сетку И мы можем посмотреть, собственно, моменты того матча Не, ну, наверное, в первую очередь нужно отметить тот перформанс Который сделали фанаты Титана перед матчем Помнишь, мы всегда отмечали фанатов Мега Титана Но они куда-то вот в последнее время пропали И сейчас уже Титан низко поддерживают своих футболистов Ну, согласись, было здорово, было круто Было очень красиво И всему этому антуражу помогло то, что матч проходил в вечернее время Вот все это файер-шоу, все это представление, баннеры светящиеся Это было просто очень красиво И это способствовало антуражу, который... И вообще ажиотажу вокруг матча, который подогревали на неделе И хоть руководители команд где-то лукавили, да Что, может быть, это еще рано называть это противостояние дерби Но было понятно, что этот матч явно принципиально Ну, Владимир Коротков, тренер Титана Против своей бывшей команды, который скандально, можно сказать, ушел в прошлом году Перейдя из Мега Титана в Титан И игра-то получилась на загляденье Было много моментов, много борьбы Такое настоящее, именно такой английский, мне кажется, больше пока футбол Команды показали, но игра держала в напряжении Мне кажется, вот и все 60 минут И действительно играли в некие качели команда И мне понравился настрой команд на этот чемпионат Хотя, честно говоря, все-таки фаворитом мне казался Мега Титан Вот, знаешь, несмотря на все вот эти неприятные известия, которые пришли к нам из межсезонья Там заявка Барса, расформирование Атлантиса Вот, глядя на такой первый тур, глядя на этот матч Вот, честно говоря, никакой жалости даже и не оставалось Да, это было зрелище достойное, вот, не знаю Матча, золотого матча, матча за первое место Ну, возможно, возможно, но, опять же, да, на фоне, смотря с чем сравнивать Ты правильно сказал, но я думаю, что где-нибудь во втором круге, да, после этих Когда команды сыграют друг с другом, мы можем более четко сказать о том Действительно ли этот был матч как чемпионский, да, или это была все-таки какая-то такая? Ну, я думаю, что результат матча не стоит сейчас ставить в главу как-то у угла Потому что команды сильно обновились, что Титан, что Мега Титан У Мега Титана сменился и главный тренер еще, да, Александр Голиевец сейчас тренирует команду Поэтому идет некая притирка, и мы, когда вот чуть попозже будем еще говорить о Мега Титане Мы как раз обратим внимание на один из таких, ну, как мне кажется, показательных эпизодов Да, ну, что касается этой игры, то если говорить о том, как происходила игра Мне кажется, была достаточно равна игра, но все предрешили Ну, даже не индивидуальные ошибки, а стандарты Чем все-таки Мега Титан славился, ну, даже не славился, а никогда не было проблем Я не помню, да, чтобы Мега Титан два гола пропускал за две минуты, там, за три со стандартов Первый угловой, второй выброшенный аут И здесь, конечно, полетели опилки в сторону уже после матча интервью Александр Голиевец сказал, что противниковал голкипера, собственно, своего Который не выручил в одном из эпизодов Но, опять же, стандарты дело такое непредсказуемое Но все-таки я соглашусь, да, что, наверное, стандарты в этом матче все-таки предрешили судьбу Согласилась я с тобой и с главным тренером Мега Титан, руководством команды И буквально в считанные часы были предприняты важные шаги И команду пополнил Сергей Лихонин, экс-голкипер Барса Да, и в втором туре он уже стоял Ну, собственно, мы пока сейчас не об этом, о дебюте Сергея Лихонина мы еще поговорим Следующий тур Титан обыграл со счетом 5-1 Альянс Ну, так на кураже, да, продолжили Ну, да, скорее, да, потому что при счете 2-0, по-моему, был не забит пенальти Альянсом Да, и забит, тогда все могло сложиться по-другому Ну, да ладно, можно сказать, на неком классе, да, все-таки Титан добился Ну, по счету точно уверенной победы Плюс Главской возвращается в строй, плюс скоро будет и Архипов Так что усиление резервы у Титана, собственно говоря, есть Ну, и, соответственно, у нас Титан идет в верхней части турнирной таблицы Лишь там по показателям уступая первое место Довольно-таки закономерно вверху турнирной таблицы обосновался и ЦД Вот, судя по графику, по календарю, который выпал команде в этом сезоне Мы ожидали двух побед на старте Единственное, что вот в матче с КПРФ, опять же-таки, все было, как в любом, наверное, матче с коммунистами Все было не совсем до конца понятно У нас получается вообще, что получилось повторение финала Кубка Запада Где коммунисты сумели одержать победу над соперником Но здесь эмоции еще у ЦДН не успели, что называется, отхлынуть И, конечно, команда хотела взять реванш и удалось это сделать Причем победа получилась волевой и игра получилась напряженной Ну, ЦДН, в принципе, здесь 50 на 50 было, согласись, да То есть победа ЦДНа не была что неожиданной Ну, второй тур это был Космос 7-1 Ну, там вообще даже вопрос, сколько ни к Космосу, да Наверное, сейчас обсуждать это несмысленно Какой Космос, что просто, когда на 30-градусной жаре у тебя на каждую позицию по 3 человека Да, то играть даст все очень хорошего уровня ЦДН усилился тоже в этом году Кстати, Евгений Маришин в Барсе, да, тоже Отличный, да Да, перешел И, соответственно, конечно, здесь вопрос, когда забьет ЦДН много голов Был лишь вопросом времени Да, Космос, к сожалению, здесь попался под горячую руку 7-1, счет разгромный И, наверное, на этом, конечно, от ЦДН мы немножечко так закончим, да, разговаривать Потому что нужно все-таки двигаться дальше И вот что нас еще больше поразило в турнирной таблице Так это местоположение техносила Новичка, дебютанта западной премьер-лиги Эта команда и выступала на континентальной футбольной лиге Но все-таки в ЗПЛ это дебют Ну, техносила попала у нас из первого дивизиона То есть не прямым выходом, да, исключением Потому что Успенская не стала подниматься выше Соответственно, следующая шла техносила И она воспользовалась этой возможностью И, ты знаешь, две победы, ведомые Дмитрием Булыкиным Держали Дмитрий, кстати, отличился уже в первом своем матче Вот, плюс в обороне может навести порядок Дмитрий Семников Поэтому за этим проектом будет наблюдать очень интересно Кстати говоря, что из себя представляет техносила Что и как и почему Дмитрий Булыкин ответил на наши вопросы И интервью выйдет завтра Поэтому предлагаю почитать Но здесь первая победа Над Кеглями со счетом 2-3 В таком очень непростом матче Хотя техносила и вела Но там вообще очень интересная ситуация получилась Потому что некое такое противостояние Галеодоров было Ларинов и Павел Васьков Вот они между собой соревновались И 2-3 в этом противостоянии И, соответственно, такой же счет на табло Ну и во втором туре техносила на удивление Обыграл Лев Чернов Олимпиад ЛЧО со счетом 5-1 И сейчас находится, собственно, в тройке лидеров Не все команды успели провести полноценные два тура Кто-то задержался со стартом чемпионата Например, как Портер и Веер И много разговоров ходило по поводу этих двух коллективов в межсезонье Ну потому что и Портер решился части своих игроков А и Ларафта переименовался Веер И до последнего, буквально чуть ли не до первого тура Никаких трансферных местей из стана команды не было Однако потом произошел трансферный бум Такой в состав Веера вернулся Михаил Пимен Неожиданно, да Совершенно неожиданно, да Хотя мы часто слышали от него, что как только, так сразу И я сразу же вернусь здесь в западную премьер-лигу Слово-то сдержал Слово сдержал, да И помог своей команде выиграть в очень важном матче Но главной, наверное, звездой встречи того противостояния Стал Ваги Погосян Который явно не просиживал в межсезонье И набирал форму Сейчас, конечно, готов к чемпионату Ну здорово, что футболист так себя подготовил В первом же матче оформил дубль Помог уверенно обыграть крепкий кегли И Вер еще не был в новейшей, так скажем, истории Выше кеглей И так легко эту команду не обыгрывал Ну вот сейчас что-то странное происходит, видимо, у нас в чемпионате Но мне приятно смотреть за таким веером Я рад, что вернулось старое название Все-таки, ну и Ларав-то как-то все-таки по-чужому звучал и смотрелся Вот такой веер, он интересен, он нам нужен И мы, конечно, хотим наблюдать Такой Пименов, такой Погосян Я думаю, что могут, ну, побороться в этом сезоне Но сезон длинный, посмотрим Но начало положено Начало, как говорится, есть половина всего Поэтому это здорово Но Портер, Дима, здесь бывшая Спарта Часть играет Часть все-таки, да? Часть, да, конечно же Ты меня правильно поправляешь И, наверное, если помнишь стройку, да Которая ушла в межсезоне Из Портера Да, то сейчас вот приблизительно Таких же по уровню, а может быть, даже и выше И в команду пришли Шургай, Мамедов Целый десант, на самом деле То есть Иванцов Вместо воротов занял Ярослав Архипов То есть, действительно, полный бой и комплект Портер позаимствовал у Спарта И это сработало Во-первых, стоит отметить, что Сейчас главным тренером команды является Вновь Максим Сергеевич Ковальчук Анатолий Никитич покинул расположение команды И вот подопечные Максима Ковальчука В такой очень спокойной и уверенной, как мне показалось, манере Смогли переиграть Западный Легион Ну, а вообще с Анатолием Никитичем Да, интересная история Там тоже не все так гладко По его переходу Но каких-то тонкостей не буду говорить Раскрывать Может быть, время придет И мы об этом, собственно, поговорим Еще в следующих передачах Ну, а пока Портер у нас стартовал С победой Со счетом 3-1 И мы с этим поздравляем Да, и находится сейчас команда в пятерке Понятно, что никаких выводов делать не стоит Но с таким стартом сезона Только остается поздравить команду Ну, что ж, не предлагаю поговорить еще об одном флагмане Об одном из трех оставшихся из флагманов Западной Лиги и, наверное, всего ЛФЛ это мегатитан, который на старте немножечко буксует Да, календарь сложный Но, тем не менее, как правило Мегатитан Справляется так или иначе За счет характера За счет, может быть, где-то везения Ну, как говорится, везет в сильнейшем Но мегатитан набирал Всегда исправно очки Да Здесь пока 50% результат И впереди ЦДН Посмотрим, что из этого получится Но мегатитан, транс-контейнер Мы показывали И давайте, собственно, посмотрим Что было в этой встрече Начало получилось обескураживающим Для транс-контейнера Потому что мегатитан сумел провести Два быстрых гола И вот это немножко надломило Вот он сказал Ну, это, наверное, надломило бы любую команду Все-таки пропустить Одно дело пропустить быстрый гол А здесь еще и два Нужно было что-то менять Нужно было менять, перестраивать тактику В принципе, как мне показалось на игру Нужно уже было играть в атаку И вот получилось это сделать Только во втором тайме Но и тут не обошлось Без усилий Павла Крылова Без его волшебных штрафных ударов Два выстрела Которые Сергей Лихонин не зафиксировал намертво И партнеры Павла Крылова Этим сразу же моментально воспользовались Но опять стандарты Вновь обороны мегатитана Не доглядел Казалось бы, да? Новичок команды Сергей Лихонин Это заслуженный воротарь Один из сильнейших в футболе 8 на 8 Уверенно идет к своему первому Сухареву в новой команде Прекрасно знакомый с Павлом Крыловым Конечно, конечно Мы еще пошутили перед матчем Я, Александр Голевец И Евгений Марьевич Настояли и сказали С Лихоном мегатитан будет непобедим Но Лихонин пропускает до двух футболистов От Крылова и от Капкова Собственно, и все И здесь, ну, в каждой шутке, кажется, есть доля правды И поэтому в какой степени Крылов поучаствовал В забитых мячах Но быстро трансконтейнер сравнял 2-2 И на посту главного тренера Теперь Николай Мазурин Вот интересно будет тоже посмотреть Как он справится с своими обязанностями Ну, как я понял Он как раз сейчас уже сменил свою квалификацию И будет уже действовать именно на тренерской позиции А вот на поле мы его вполне вероятно в сезоне не увидим Ну, а тем не менее Все с этого момента Где-то за 10 минут до конца второго тайма Все начало заново Был счет 2-2 И лишь индивидуальное действие В великолепном по точности по силе удар Получился у Алексея Ланцова Который просто вонзил этот мяч в девятку И никаких шансов у Савоськина отбить этот мяч не было Ну, там еще и рикошет вмешался И мяч и правда попал просто в самую паутинку То есть, ну, тяжело было парировать И, вы знаете, два стандарта трансконтейнера Мы привели к двум мячам Ну, и вот здесь вот Мегатитан тоже ответил своими исполнителями Вернулось, что называется Скажу такую свою мысль Мне кажется, что Александр Голевец с этим мегатитаном не добьется Точнее, не с этим, конечно, мегатитаном А просто этот тренер, мне кажется, не сможет добиться результатов с этой командой Мне кажется, они не совсем друг другу подходят Не знаю, может быть, я дай бог, чтобы я ошибался Особенно касаемо еврокубковых встреч Я отвечу так Я побоюсь сейчас о каких-либо прогнозах Потому что все-таки ты сейчас делаешь такие долгоиграющие выводы Уже под конец сезона, которые будут проверяться Но я вижу тренерскую, во-первых, работу Александра Голевеца Даже вот если выбрать первый тур и второй матч То, мне кажется, команда очень сильно прибавила Даже при том, что во втором тайме трансконтейнер действовал лучше И прижал соперника к воротам Но уже и футболисты начали расставляться под тем позициям, где им удобнее И та же самая переход на такую стартовую расстановку Даже двумя нападающих Ну, может быть, там Кабанов, понятное дело, это не чисто выраженный форвард Но все-таки, если открыть протокол То мы увидим, что забил первый гол Кутузов с передачи Кабанова Потом, понятно, Кабанов уже чуть пониже стал действовать И вот, наверное, когда как раз команда перестраивалась С атакующей модели на оборонительную Где-то что-то, какая-то шестеренка дала сбой И поэтому игра, наверное, не получалась Ну, вполне возможно Может быть, эти игроки высочайшего уровня сыграются Притрутся друг к другу И мы увидим ту машину, которую, собственно, и рассчитываем увидеть Но для этого, собственно, будет у нас еще весь сезон Впереди мы будем в этом обсуждать и говорить Дим, ну, я предлагаю поговорить еще об одной команде Которая показывает вполне симпатичный футбол Но вот результата добивается не всегда И добилась эта команда результата только сейчас Во втором туре До этого шли поражения Да, это коммунистическая партия Российской Федерации Попросток КПРов Илья Савченко уже полностью обосновался на трибуне Отдав бразды правления, можно сказать, на тренерском мостике Сергею Громову, который там уже расставляет все Подсказывает Илья Савченко пока что кричит только с трибуны Да, он к нему присоединился в компании Максим Мадьяров Травмированный еще в прошлом сезоне К сожалению, пока еще не можно помочь своей команде Очень ждем его возвращения на поле Потому что, конечно, КПРФ с ним и без него Это немножко два разных коллектива Это нельзя сказать, что команда зависима от Мадьярова Но все же желаем здоровья Максиму И ждем его на поле И вот это решение, оно как-то само собой получилось Мне кажется, нельзя сказать, что Илья Савченко к этому целенаправленно шел Или у него был план рано или поздно отойти от тренерских дел И наблюдать за матчами с трибуны Тем более, вот каждый, кто находился на трибуне с Ильей Савченко Прекрасно слышали, как Илья подсказывает какие-то там тактические нюансы Пытается все-таки своим футболистам донести У многих тренеров профессиональных была такая фишка Идти смотреть с трибуны Плюс все здесь рядышком Может быть, это позволяет посмотреть на игру с другой стороны Оценить своих футболистов немножечко по-другому Но где-то это получается, где-то нет Где-то уже на фарт Илья туда идет и смотрит Но в целом пока, мне кажется, Илья просто не определится Какой результат у команды называется В первом туре было поражение АЦДН Какая-то команда ввела Потому что отмечали мы неплохую игру за суперкубок Но вот началась второй тур против ФКСП Повторение, суперкубка И мы видим результат тот же 0-2 Опять, казалось бы, все потеряно Да, как правило, ФКСП это та команда, которая не позволяет себе расслабляться при любом счете И при счете 0-2 уж тем более не отпускает соперника Но здесь вот, мне кажется, что коммунисты поняли, что два раза подряд проигрывать в чемпионате не ГОЖЕ А всего три раза с учетом суперкубка Да еще раз опять ФКСП Но это уже тогда о каких амбициях мы можем говорить Если из двух матчей ни одного не обыгрываем чемпиона прошлого года Да, но и стоит отметить игру Романа Нистратова Который во многих эпизодах, конечно, спасает свою команду КПРФ, безусловно, будет прибавлять Мы видели состав в матче за суперкубок Там еще не было тех самых новичков На которых очень сильно рассчитывает Илья Савченко И новичков из Атлантиса И вот они постепенно уже начали появляться в первом туре Во втором уже и Дмитрий Половенчук присоединился к команде Я думаю, что постепенно, постепенно КПРФ берет ход Ну вот как Илья Савченко шутит, что будут делать ставку на Еврокубке Ну это понятное дело, что где-то лукавит главный тренер Конечно, не главный тренер, а президент КПРФ И ждем мы от коммунистов хорошего сезона Ну посмотрим, как будет Все предпосылки для того, чтобы провести сезон этот великолепный У КПРФ, конечно, есть Но опять же, стабильности может команде иногда не хватать Может быть, тоже Роман Широков как раз ее и добавит Тем не менее, после двух туров у команды победа и поражение И, соответственно, тоже середина турнирной таблицы Но вот давай посмотрим, Дима, полностью на турнирную таблицу сейчас После двух туров и обратим наше с тобой внимание на 15-16 места На зону вылета, извините На зону вылета, да Да, где расположился ФКСП Вот так неожиданно, но старт чемпионата, один тур сыгран И все же действующий чемпион после двух туров находится в зоне вылета Согласитесь, это такое событие неординарное И вряд ли кто этого мог ожидать Ну, согласен с тобой здесь Но еще, что больше меня удивляет, это 16-я строчка кеглей Которые, казалось бы, сохранили прошлогодний состав Очень неплохой И должны были добавить сыгранности Но на деле, получается, два поражения и последнее место И вот у меня... И, извините, самое главное, что календарь у команды не такой сложный То есть нет никаких подряд встреч с Мегатитаном, ФКСП, Трансконтейнером и КПРФЦДМ Такого нет Команды играют как раз с теми соперниками С которыми и должны, по идее, набирать очки Которые будут решать судьбу коллектива в конце чемпионата И согласен с тобой, но, с другой стороны, мы помним, что как раз кеглям У них спад идет где-то ближе к середине сезона Где вот они набирают энное количество очков И где могут себя более-менее комфортно чувствовать Но первый тур они, как правило, играют с лидерами С командами, с тем же Мегатитаном, с Атлантистом Это с теми командами, когда кегли каждый год в начале сезона набирали очки Сейчас и в первом туре-то еще две недели назад до чемпионата стоял Барс И с Барсом бы, я больше чем уверен, кегли бы дали такую рубку, что не факт бы Барс выиграл Но сейчас Западный Легион, сейчас Техносила Те команды, которые, ну, кегли, по идее, должны обыгрывать Но, может быть, где-то не хватило мотивации, может быть, настроек Мне кажется, с этим тоже связано неуверенное выступление в первых двух турах Вот дай им сейчас Мегатитан условный, да, или Титан Мне кажется, кегли могли бы выступить даже лучше Но эта речь, наверное, уже идет о каком-то недонастрое Общались с Дмитрием Капраловым, капитаном кегли И он как раз говорил, что, по идее, ожидали, что будет легче Должно было бы стать легче, потому что все-таки нет Барса, нет Атлантиса Но зашли молодые команды, молодые, перспективные И за ними поспеть тоже, на самом деле, бывает иногда посложнее Нежели чем играть с Барсом и Атлантическим Которые, ну, грубо говоря, любят именно играть и дают играть сопернику Ну, разыграются у нас еще кегли Ну что ж, Дим, вот так мы отметили основные события после двух туров Таблицу мы посмотрели О бомбардировках, наверное, сейчас и говорить нет смысла Поговорим мы в следующих передачах Которые у нас будут выходить теперь раз в две недели Ну и заключительно у нас, перед тем, как мы продолжим говорить О других, собственно, игролигах Мы составили символическую сборную после первых двух туров Понятное дело, что команды сыграли разное количество матчей И символическая сборная, она, может быть, не всем покажется правильной Хотя, наверное, любая символическая сборная, а это дело такое субъективное Но именно такое мы ее видим по истечению старта сезона В воротах Ярослав Архипов, новобранец Портера Проявил себя с лучшей стороны в первой встрече И заслужил место в символической сборной В обороне ему помогает единственный защитник Такая вот у нас атакующая схема получилась То есть Алексей Ланцов и тот, на самом деле, очень любит подключаться к атакам И приносит своими голами победы в решающих матчах Ну да, действительно, сомнительный очень защитник Но Ланцова мы должны были поставить И он сам один из самых обороняющихся, на наш взгляд Слева Илья Лаевский, техносила Проявил он здорово себя в первых двух турах В первом вообще оформил хит-рик и принес победу своей команде В центре Алексей Лаврентьев, западный легион Капитан, мотор команды Который своим бойцовским духом и желанием просто заражает своих партнеров И за счет чего у западного легиона вполне неплохой результат Михаил Тимофеев, ЦДН, я считаю, что это одно из самых интересных приобретений ЦДН И, возможно, чемпионата в частности Это игрок-терминатор высочайшего уровня И по первым двух турам он проявил себя, может быть, не слишком ярко Но очень здорово, очень полезно Это тот игрок, которого, возможно, не хватало именно такому коллективу, как ЦДН Под нападающим расположился Алексей Антонников, футболист КПРФ На самом деле, всю команду можно было выделять Но здесь, по совокупности, наверное, всех встреч мы выделили именно этого футболиста Дуэт нападающих составляют Владислав Викулин, Титан и Ваги Пагасян, Веер-2010 Два футболиста, которые могут стать открытиями этого сезона И заслуженно попали в нашу символическую сборную в посещении двух туров Ну что ж, друзья, мы в самом начале передачи говорили о том Что мы не будем останавливаться только на западной премьер-лиге Мы будем еще и освещать, по возможности, и первые, и вторые дивизионы И сейчас у нас на очереди наш гость Елизавета Кузенкова Которая вам расскажет, собственно, о чем речь Добрый вечер Сегодня в нашей студии Вадим Кирсов Судья международной категории, как мы сейчас отметили Ты на самом деле судья ЛФЛ, пятизвездочный судья ЛФЛ, безусловно Привет, Вадим! Привет, Елизавета! Привет всем телезрителям, всем друзьям Хочу отдельно благодарить тебя и всю бригаду за то, что вы пригласили меня Поэтому, если ты готова, можем начать Безусловно, расскажи нам, успел ли ты отдохнуть от футбола за лето? Ну, футбол практически у меня круглогодично Поэтому отдохнуть Ну, футбол для меня это отдых и есть Поэтому все свободное время я посвящаю либо футболу, либо семье Тогда какие первые впечатления от футбола? От сезона? Ну, старт это всегда ожидаемо Это всегда адреналин, новые эмоции, новые ощущения Поэтому драйв, он всегда преобладает Ну, ты такой явно неоднозначный, из неоднозначной категории судей Судей тебя можно либо любить, либо ненавидеть Что с тобой не так? Расскажи нам, почему команды в последнее время Либо действительно к тебе очень хорошо относятся Либо тотально говорят, пожалуйста, не ставьте нам Вадима Фирсова Ну, скорее всего, я как понимаю по разговорам со многими представителями клубов Та манера судейства, наверное, которую выбрал я Это возможность дать побольше борьбы В бытность еще футболистом я очень не любил симуляции И стараюсь с этим бороться, по крайней мере, на нашем уровне Поэтому многим это не нравится Кому-то наоборот нравится, что именно есть динамика, борьба И поэтому я либо хороший, либо плохой судья Кто у нас на Западе самый симулирующий игрок? Ой, был такой футболист в премьер-лиге Ну, западная, сейчас он играет в первой лиге Это Леонтьев Который, да Который, да Ну, парень очень хороший, добродушный Но на футбольном поле он, конечно, не очень Ну, избегал все время борьбы И пытался тем самым симулировать, что его постоянно Сбивает, постоянно грубят Вообще тяжелее судить, если изначально к тебе негативно настроены Я понимаю, насколько КПРФ очень к тебе настроена Всегда недобродушно Тяжело такие команды судить Причем они тебе в последнее время очень часто как раз попадаются Да нет, ну, в принципе, все матчи КПРФ проходят достаточно лояльно Да, вот там в последней игре за суперкубок У людей, возможно, возникли вопросы По каким-то моментам Они эмоционально восприняли ряд эпизодов, которых я трактовал Ну, я самокритичный Всегда, когда есть возможность просмотреть ту или иную игру, которую я обслуживал Делать какие-то выводы И, в принципе, мы разбирали данную игру с главным судьей западной премьер-лиги И пришли к выводу, что все моменты спорные были трактованы правильно Не замечаешь вообще давление со стороны? Может быть, тренеров? Ну... Или когда на поле все отключается и просто пытаешься делать... Не, ну, когда, во-первых, когда уже проводишь не один сезон И знаешь манеру многих, кто как играет, кто как воспринимает моменты Стараешься уже настраиваться так, чтобы было меньше эмоций по отношению к игрокам Потому что профессия арбитра, она должна исключать в себе какие-то игровые моменты эмоциональные То есть здесь должно все трактоваться со стороны правил Потому что если ты начнешь действовать как игрок эмоционально То сразу пропадет тот уровень судейства И будет, можно так сказать, скандал между двумя интересами Судейским и игровым корпусом Ну ты вот как раз в помощь себе и, наверное, всем судям ввел такой ноу-хау Как аудиогранитура Ну, на самом деле, эта идея давно веяла у нас в судейском корпусе Просто мы никак не могли совместно прийти к тому знаменателю, что необходимо И в один прекрасный момент после межконтинального кубка Мы сели с главными арбитрами и поняли, что больше кричать на поле Когда вокруг эмоций стадион полный бывает И команды кричат, что здесь нужно дополнительно что-то Что нам помогает более качественно трактовать тот или иной эпизод И данное, я так скажу, что данное ноу-хау Очень гармонично влилось Потому что стало намного удобнее работать И здесь именно даже не столько, сколько проведение замен А именно помощь резервного арбитра Позволяет многие моменты видеть своими глазами И менее эмоционально, соответственно, команда реагирует Ну, с другой стороны, перед игрой, когда появляются команды Ну, для них это новость И все очень весело И все знают, что у вас будут какие-то видео повторить Да, видео шумят Ну, я говорю, что это специальная запись Теперь вам ругаться с судьями Особенно нецензурной бронью будет сложнее Потому что фамилия Да, то есть будем не только по аудио распознавать игроков Но и по видео, да Чтобы их было легче ловить и отслеживать Ну, если бы ты хотел что-то еще изменить в лиге Что бы это было? Ну, на данный момент достаточно все гармонично Если в помощь к судейству Ну, я бы попробовал, как эксперимент Проводить матчи в премьер-лиге Может быть, топовые Которые требуют более подвижного движения Это двумя главными арбитрами Безрезервного В принципе Как в мини-футболе В принципе, такой, я думаю Один из судей будет всегда ближе к моменту И это поможет более точно определять Нарушение правил взятия ворот Наша передача выходит сейчас раз в две недели Поэтому расскажи нам, что в премьер-лиге тебе запомнилось Какие команды и игры тебе запомнились за прошедшие два тура? Ну, очень... Ну, стартовал новый сезон Появилось несколько команд Которые поднялись с первого дивизиона У нас достаточно неожиданные предсезонья случилось Два сильных клуба покинули Ну, не покинули, а расформировались Это флагман футбола ЛФЛ Это команда ФК Барс И один из лидеров западной премьер-лиги Это команда... Да, я думаю, и не только западная Ты просто не знала Ну, да, чемпион Кубка чемпионов Москвы Да Поэтому Очень неожиданно, что два этих клуба Покинули этот чемпионат Он потерял, как говорится, свою изюминку Но, с другой стороны, поднялся очень амбициозный клуб Это Титан Руководители которого Которого, я так понимаю, ставят перед командой Очень большие, высокие задачи Я думаю, что для них Кроме как победы не существует в этом году Других задач Будет очень интересно посмотреть Насколько долго продлится Вот этот их запал Еще Ну, ряд клубов Пополнились известными футболистами Покинувшими Ряды футбольного клуба Барс Какие были эти самые неожиданные были переходы? Такие, которые действительно сложно воспринять форму, наверное, игрока Ну, наверное, это, в первую очередь, появление в стане Мега-Титана Сергея Лихонина Это противостояние давно длится И основной вратарь сборной команды России Перешел, как говорится, в стан конкурента По прошлым сезонам Ну, считалось Ну, для меня это считалось матч-дерби Западной премьер-лиги Потому что команды все время боролись На протяжении последних лет за первое место Ну, еще Я так смотрю Очень обновились команды Такие, как Космос ЦДН, как всегда, делают большой рад ЦДН жаль себе Евгения Маришина Вот это для меня было очень неожиданно Встретить его в такой желтой форме Ну, тоже, да Потому что человек провел в футбольном клубе Барс Не один десяток лет Поэтому Такой молодой же Волосненькой команде Для него было большое неожиданство Ну, новая страница в его жизни Тоже, я думаю, что Ну, и принесет ему дополнительных эмоций Для того, чтобы команда поднималась Тем более, матч, который я обслуживал С участием ЦДН и Космос Где он забил первый гол В своем новом клубе Я думаю, что На таких эмоциях он будет продолжать Как тебе вообще этот матч, расскажи Как тебе ЦДН в новом сезоне Как ты думаешь, смогут они бороться за чемпионство Космос, вот, как-то неудачно Ну, хотя нет, первое тур они провели удачно 2.25 с трансконтейнером И тут вот Ну, неожиданно, да Результат для меня оказался очень неожиданным Потому что, ну, по игре было Особенно по первому тайму Было видно, что ЦДН просто запер Команду на его Плайн-поле И Космос практически не переходил Центр поля Хотя это Достаточно мобильная, быстрая, амбициозная команда Которая Зная его руководители Всегда стараются Ну, и с каждого матча Выжить Максимум Потому что ребята никогда не сдаются Не бросают Руки не кидают И поэтому Для меня Ну, неожиданный результат стал Потому что Достаточно легко ЦДН Обыграл И По игре команды Видно, что Она готова Как минимум бороться За тройку призеров В этом году Ну, отсутствие Зурабанти Пока не мешает ЦДН Ну Я так скажу, что Первые два тура ЦДН провела с командами Которые все-таки будут Решать совсем другие задачи К ПРФ разве Не будет? А, ну простите Да Очень первый сильный матч Как раз Да, да, да Ну, как говорится Первый матч Он всегда Стоит особняком Потому что Это старт сезона Здесь больше преобладают эмоции Поэтому По первому матчу Сложно сказать А когда уже Выходишь на второй Третий матч И после Обычно всегда Трех-пяти туров Видно На что команда Будет рассчитывать На протяжении всего сезона Какие задачи Перед ней стоят И могут ли они Ее реализовать Ты еще судилый матч Кеглей Как тебе расскажи Ну, кегли играли С командой Веер-2010 Усиленный Веер-2010 Между прочим В прошлом году Команды Да, были Внизу Турнирной таблицы И практически До конца Решали задачи Остаться В Премьер-лиге Как неожиданно Да, и как неожиданно Старт сезона Показал, что Веер Ну, если будет собираться В таком составе Если Будут с таким же настроем Выходить На игры То Они спокойно будут бороться За Еврокубки Так можно сказать Ну, кегли Немножко Разочаровали Проиграли Две игры Как ты нашел Аутседеры Они в этом сезоне Или нет Ну Тяжело сказать Не посмотрев Другие команды Пока Но Потихоньку Все-таки Сказывается Возрастной цензор Ребят Все-таки Уже Все Ну, большинство Из них Уже переросло В возраст Так Как говорится С футбольной молодости Поэтому На морально-волевых Ну Я всегда Чем был Славен кегли Это тем Что у них Бойцовские качества И Плюс Зимний футбол Их всегда За счет Зимнего футбола Можно так сказать Когда Более техничные Команды Примерно Сравниваются По уровню И поэтому Тут вот Они свои очки Набирают Поэтому Посмотрим Что будет После Зимней паузы Надеюсь Что они Также Останутся На полову И будут Продолжать Своё участие В западной Премьер-лиге Ну а кто По-твоему Тогда Аутсайдер Этого сезона Ну Я так считаю Ну радно сказать Потому что Да Все ребята Ну Все равно Команда Я все Так Можно сказать Не эксперт В этом деле И Судейской Точке зрения Не очень Корректно Говорить О том Что Какая команда А то Сейчас Сейчас Многих Сейчас Спрошу тебя Кто у нас Фаворит И наслед На этот сезон И сразу Будут Лояльность Господина Да И будут Команды Которые Внизу Или наверху Турнира Таблицы Будут Говорить Чтобы нам Не ставить Так Зато Можешь Судить Середнячков Ну Судить Середнячков Не так Интересно Потому что Команды Которые Не решают Каких-то Задач Они Менее Эмоционально Играют И Соответственно И ты Вместе с ними Можешь сказать Засыпаешь На поле Поэтому Если Касаться Эмоций Прощение Тебя перебью Это Наверное Матч Титан Мега Титан Первого тура Тут Эмоций Было Вот Хоть Отбавляй Дмитрий Ершов Я видела Выходил С матча Полностью Промокшим Тяжело Наверное Как он мне сказал Что Потерял Не один Килограмм Но Я сказал Что можно Восполнить Данную Потерю Я считаю Что такие матчи Очень красят Западную Премьер Лигу И полный Стадион Народу Был И Болельщики Титана И такое себе Прям очень Дерби С подоплекой Потому что Мега Титан Ты говорил Что они Обыграют Очень сильно Титан Да Очень Эмоциональный Матч Жалко Конечно Хотя С одной Стороны Это украшение Старта Сезона Что Можно сказать Матч Открытия Произошел Именно Между этими Командами И по Накалу То есть Дал Тот Позыв На следующие Матчи Что Все команды Должны Вот так Вот играть Выходить Заряженными На каждый Матч Чтобы Можно было Зрелищно И смотреть И соответственно Судья Заряжается От этого Всего Он тоже Получает От этого Дивиденды Он Старается Быть незаметным На поле Чтобы команда Именно играли А не слушали Свистки Судьи Как тебе Дебютанты Наши Премьер Лиги Западный Легион Техносила С Булыкином Который Кстати Забил Свой первый Гол Западный Премьер Лиги У каждого Амбициозные Проекты Поэтому Я думаю Что ребята Не зря Поднялись В Премьер Лигу И как Правильно Ты сказала Что Понахватали Звезд И конечно Такие игроки Как Дмитрий Булыкин Игроки Сборной России В прошлом Украшение Я считаю Это украшение Наши Это Можно так сказать Изюминка Премьер Лиги Западной Потому что Сюда Подтаскивают Как говорится Таких звезд Бытность В прошлом году Не менее Звездные Люди Играли И Роман Широков И Дмитрий Сычев Просто Находиться На поле Я думаю Для многих Играть против Таких профессионалов Ну Незбыточная мечта А здесь Это все Сейчас заявлен Павел Погребняк Собственно Можно ли считать Что Запад Наверное Самое сладкое Сейчас место Для вот таких Бывших профессионалов Ну Я так считаю Что Во-первых Среди всех Футболистов Любительской Футбольной лиги Ну Как сарафанное Радио идет Что все-таки Давайте сюда Давайте Ну По рейтингу Да По рейтингу Я считаю Западная Премьер-лига Самая сильная Что и показывают Результаты Ну Надо добиваться Результатов На Кубковых Матчах На матчах Сборных Где пока Доминирует Западная Премьер-лига Поэтому И Футболисты Более сильные Тянутся Играть В более сильном Чемпионате Ну если говорить о тебе в целом Ты же у нас не только судья Ты еще и игрок Расскажи нам немножко Про свою команду Про Успенская Как вообще Ваше начало сезона прошло Ну Команда Успенская Пользуясь случаем Передаю всем ребятам Привет Огромный И хочу сказать Что Ну Клуб уникальный В своем роде Потому что Многие футболисты Которые Еще основывали клуб Они До сих пор Все здесь Все болеют Футболом И наш главный Идеолог Этого клуба Ильдар Он конечно Горит желанием Добиться Ну на данный момент Самой высшей Для нас Результативности Это соответственно Подъем команды В Премьер-лигу И была возможность В этом году За счет того Что клубы Некоторые снялись Выполнить эту задачу Уже в этом году Но По спортивному принципу Было принято решение Подняться туда Доказать В первую очередь Самим себе Что мы Достойны играть В Премьер-лиге Именно по спортивному принципу И команда Строится И формируется Именно из этих побуждений Чтобы на будущий год При положительном результате Чтобы команда Не с нуля собиралась А была уже Тем костяком Который может Добиваться Следующего результата Поставленного Перед клубом Ну Ты мне ответил На такой вопрос Если команда Выйдет в Премьер-лигу Насколько не все Наверное знают Что если игрок Играет в Премьер-лиге То как судья Он ее не может судить Расскажи нам Вот что ты выберешь Если Если вы выйдете В этом сезоне Ну Для меня Очень сложный вопрос На самом деле Потому что Профессию Которую я сейчас Выбрал В Западной Премьер-лиге Это основная Строится На судейском В судейском Корпусе Но Команда Успенская Стала Для меня Настолько Сейчас Родной Что И Хочется Помочь Команде В Премьер-лиге Если Нам Доставят Ну Такой Случай Предоставится Я думаю К этому вопросу Который Который Сказать Что Допустим Футболист Фирсов Ему Премьер-лиге Не поможет А еще У вас есть В команде Главный Судья Запада Который Может Сказать Скинуть Для кого-то Другого Да Тут Получается Что Я Человек Подневольный И С одной Стороны На меня Давит Судейский Корпус С другой Стороны Представители Клуба Ну Я думаю Что коллегиально Как-то Выйдем Из этой Ситуации Потому Что По хорошему Нужно давать Дорогу Молодым Ну И Опытных Людей Тоже Забывать Не надо Ну Ты вообще Часто споришь Со своими Коллегами На поле У вас Вообще судейская команда Вы так Я думаю Можете Давить своим Авторитетом Никогда На самом деле Мы иногда Мы больше Там Во время матча Пробегая мимо Перешучиваемся То есть Кидаем друг Друг Какие-нибудь Язвительные колки Чтобы никто Не расслаблялся Это может быть Как-то Подстегивает Ребята Поэтому А твой Кто Любимый судья Вот Если Быть игроком Он вас Чтобы судил Мой Передадим привет Евгению Воробьеву Нет? Женя уже понял Наверное Смотрит с той стороны Улыбается И тычет себя пальцем Поэтому Ну На самом деле У нас Ребята Которые обслуживают Премьер-лигу Очень Дружные Очень Достаточно Помогают Друг другу Потому что Мы обслуживаем В основном В паре Все И Конечно Приятно Когда Некоторые матчи Первого дивизиона Обслуживают Ребята Премьер-лиги Ну И Молодежь Которая подрастает Сейчас Которая набирается Опыта Я считаю Что Достаточно Хорошая смена У нас растет Что Дмитрий Ершов Подбирает Точечно Именно Западную Премьер-лигу Судей Для того Чтобы Обслуживать Матчи На достаточно Высоком уровне Ну И вот Сейчас Закончили Как раз Кубок переправы На этих выходных Я слышала Что Вы были уверены Что вы победите А вот 0-2 И честно говоря Я думаю Что тот выход 1-1 При счете 2-2 Причем Вы 2-0 Вели уверенно И 2-2 При счете Ваш игрок Вышел 1-1 Я думаю Этот выход Не реализованный Будет сниться Еще в страшных Снох Очень долго Ну Сам Кубок переправы Это некий Кубок для Команд 1-го дивизиона Которые Вступают Хотят себя Ну Амбициозными Амбициозный Проект Для которых Есть стимул Попробовать себя В матчах Кубка Лиги Москвы И поэтому Конечно Перед нами Ставилась задача Выиграть Данный турнир Ну Конечно Я уже просмотрел Этот матч В записи Проанализировал Те моменты Которые Мы не реализовали И Конечно Обидно Проигрывать Такие матчи Тем более По пенальти Когда В первые 10 минут Выигрывая 2-0 Можно было Доводить Дело До разгрома И я думаю Что Соперник Бо уже Потерял Все мотивации Для дальнейшей Борьбы Но У нас И в прошлом году Было Много таких матчей Когда мы Ведя игру Не доводили Дело до победы Поэтому Упустить Успенского Как говорят обычно Что упустить Чемпионство В последний момент Что-то в игре Что-то Упустить В последний момент Замечаете за вами Такое? Ну я думаю Что Ну в прошлом году Это было Да Я думаю Что тренерский Состав Достаточно Опытный У нас Они Я думаю Что проведут Ряд бесед С игроками Чтобы они Ну и на тренировках Будем реализовывать Эти моменты Ну давай с тобой Как Со специалистом Первого дивизиона Обратимся к таблице Которую вы сейчас Увидите на своих экранах Расскажи нам Кто по-твоему В этом году Будет Все-таки Лидером Кто будет Претендовать на выход Кто будет Претендовать на вылет Хотелось бы услышать Твое мнение Ну в этом году Достаточно Большая ротация Произошла В первом дивизионе Ряд клубов Которые В прошлом году Боролись за выход Это такие как Техносила Западный легион Они поднялись Непосредственно И поэтому В первую дивизион Влилось Очень много команд Со второй лиги Поэтому Их На данный момент Силу Сложно предсказать Но Такие клубы Как Остались Как Внукова Я считаю Команда Альбион Которая В прошлом году Играла еще В премьер-лиге Ну Нельзя снимать Со счетов А Надежда Идюбель Как же? Ну Надежда Идюбель Надежда Я считаю Даже В этом случае Ну Надежда Она такой крепкий Середняк Первого дивизиона И бороться За выход В премьер-лигу Им будет очень сложно Потому что Нужно Обновлять состав Они все-таки Играют Старым составом Буквально По одному Два человека Делая изменения Ну Очень неплохие шансы У команды Ультра Я считаю Что они Готовы Будут побороться Возможно За призовые места Испокают Пока не готовы К выходу Как-то немножко Ну В прошлом году Я ряд матчей Обслуживал их И там все-таки Состав Достаточно Хорошо Сбалансированный Но Я считаю Пока У них Нет таких Предпосылок Для того Чтобы побороться Именно За выход В премьер-лигу Достаточно Новая команда Извини, что Перебиваю Сразу скажу Что команда Коммунар Стоит Обсобняком В связи с тем Что тоже Это некий проект Где Есть Несколько Футболистов В свою бытность Выступая В профессиональных Клубах Поэтому Я думаю Что они Тоже будут Где-то В верхней части Таблицы Но если Обратиться К аутсайдерам Мы видим Что вот Зебра Не провела Даже ни одного Матча Пока что Случилась Такая Многообещающая Команда Тоже были Вроде Цели Планы И вот Насколько Я знаю На данный Момент Что по-моему Даже команда Снята С участием В чемпионате Либо На грани Этого То есть Решают Какие-то Свои Вопросы Ну Не жалко Что Балтика Так все Ниже И ниже Стремится Ну да Это такие клубы Аксакалы Спарта уже К сожалению Вообще Закончила Своего существования Такие клубы Как Очень жаль Что Барс Спарта Команды Которые Можно сказать Стояли У истоков Создания Данной Лиги Ну и вот Особняком Сейчас стоит Команда Балтика Которая Принимает Принимает Своё участие Уже Скоро будут В этой команде Играть дети Футболистов Поэтому Да Раньше бы давало мнение Что в первом дивизионе Сложнее играть Чем в высшем дивизионе А сейчас Вот многие команды Ушли выше Так ли это В этом году Как ты думаешь Да Я считаю Что в этом году Будет Достаточно большой провал Между клубами Потому что Есть команды Которые поднялись В второй лиге И они Будут Меньше набирать очков Чем команды Которые Уже В этой лиге Сформировано Играют Более Продолжительный срок Ну и Вообще На самом деле Моё мнение В первой лиге Назрела Какая-то Смена Системы Проведения Данного турнира Потому что У нас И во второй лиге Достаточно Интересная Схема Проведения Где команды Две выходят Напрямую И одна Ещё Дополнительно Может Добиться Данного права В мини-турнире Переходных матчей Я считаю Что в первой лиге В связи с тем Что там 20 клубов Должно Либо больше Выходить Либо Меньше Вылетать Ну это Я думаю Что Представители Лиги Рассматривают Данный проект Поэтому В ближайшее время Я думаю Какие-то изменения В первом дивизионе Произойдут В лучшую сторону В более Интересный Чемпионат Будет И скажи нам Тогда уж Так по секрету Напоследок Переход Миши Меркулова В Успенск Это чьих рук Дело твоих? Дмитрий Ершов Или как Что бы мы такого Пообещали Что человек Из премьер-лиги Пришёл к вам Зная Что вы никуда Не перейдёте Ну Я Мишу знаю Достаточно Долгое время Продолжительно Это парень Который Болеет футболом И я думаю Что Для него Это не понижение В классе А это некий Проект Который Который Я думаю Что он Хочет Осуществить Для себя Новый Виток В судьбе В карьере И доказать Может быть Самому себе Что он Не только Чемпион Среди всех Чемпионов Он достиг Достаточно Больших высот В футболе И я так понимаю Что Как в своё время Московский Спартак Выходил С первого дивизиона И на следующий год Завевал Золотые медали Советского Ещё Союза Я думаю Что у него В голове Витают Такие же мысли Чтобы повесить Себе Золотые медали С новым Клубом Ну Может быть И первого дивизиона Спасибо тебе большое Было очень приятно С тобой пообщаться Мы как раз От Михаила Меркулова На футбольном поле Плавно переходим К Михаилу Меркулову Уже в нашей студии Который нам Осветит События Второго и третьего дивизиона А мы с вами прощаемся Хорошего вечера До свидания Всего доброго Ну что ж Друзья Мы продолжаем Нашу передачу И как мы говорили В самом дебюте Нашей передачи О том Что мы будем Уделять время Не только Западной Премьер-лиге Но также Мы будем говорить И о низших Дивизионах И сейчас мы Ещё спускаемся Ниже До второго И По возможности Конечно мы будем Приглашать и гостей В нашу студию И сегодня Как раз С один из таких случаев К нам На передачу Пришёл Очень интересный Неординарный Гость Человек Который в ЛФО Находится В его структуре Знает изнутри Долгое-долгое Время Игрок Футбольного клуба Спарта Дивизиона Б Б Вот пожалуйста Я подключаю Нашего гостя Это Павел Величко Наш Замечательный Друг Ну и просто Человек Я вам Друзья скажу Просто с хорошим Чувством юмора Павел привет Приветствую Мишу Собственно Сейчас На улице Ливень Дождь Да И твоя прическа Практически Не потрепалась Ты отлично выглядишь Как доехал К нам на передачу На автомобиль Вот И благодаря Собственно Вам Михаил Припарковался Практически Рядом с телестудией Поэтому сумел Сохранить прическу Ну это Ваш вообще Первый вызов Собственно В такую передачу Павел Да все таки Вы начинали С 90 какого года Да наверное Так вспомните Да Ну вообще За команду Барс Я играл С 92 года По 2010 Ну вообще Вот Паш Ты мог Предположить Что Через какое-то Время Да там Два десятка Лет Ты будешь сидеть В студии И говорить О ЛФЛ Ну нет Конечно На 20 лет вперед Я не видел А на Те первые 10 лет Да Потому что Мы в принципе Знакомы с Димой И с Артемом Смирновым Долгое время Да Потому что В 92 году Они еще Сами бегали В футбол То есть я застал Это время Когда Дима и Артем Сами бегали По полю Вместе со мной Друзья Ведь в нашей студии Да Не так часто Да практически Нет таких Гостей Которые Помнили бы Как играли Дмитрий и Артем Смирнов Паш Как это было Вот расскажи Просто Это крайне интересно Давай начнем с того Что Артем Был вратарь Артем Смирнов Это галкипер Пророжденный А Дмитрий Смирнов Был полевым футболистом Он был кем Нападающим Полузащитником Форвардом Дима был Нападающим Артем До того Как встать в ворота Он играл в поле Крайнего полузащитника Вот Ну и Дима и Артем Отличались На самом деле Может быть сейчас Так вот По ним не скажешь Высокой скоростью бега Вот И Достаточно Цепкостью Я бы сказал То есть Дима был Он более упертый впереди То есть он пробивал Протаранивал Я помню По молодости Как сказать Ревновал игровое время Потому что в некоторых моментах Он брал игру на себя И завершал Да Сам атаки Вот А Тема играл Полузащитника До того Как встал в ворота По моему Там у него Что-то со спиной Может встал И он как-то Помедленнее Потом да Потом он стал в ворота Но Где тебе больше нравился Артем В поле Или Как он так Переквалифицировался Ведь это же достаточно Не просто Сейчас не помню Может быть Нет Ну тогда-то возраст Был еще у всех молодой Нет Ну я понимаю Что он не 30-40 Но все равно Обычно если переучиваются То это совсем Ну в юных годах Еще когда В детских школах Нет Ну Тема Он как бы Умел стоять в ворота Да Артем умел стоять в воротах Вот Но когда По крайней мере Я пришел в команду Он играл Крайнего полузащитника Бегал быстро Чу-чу-чу-чу-чу Дима Смирнов Получается Нападающий Был нападающий Тарановый тип Ну и можно так сказать Или все-таки Более интеллектуальный Ну я бы так сказал Наверное все-таки Более тарановый Потому что Десятка на спине Вперед Туда Ну это были Ну 90-е годы Тогда поля были Ничего не читает Ты подносил Собственно снаряды Получается Нет Я сам тоже забивал Так с гордостью Я вспомнил Ты был лучшим бомбардиром Тогда был Да Был по-моему Второй год Или дебютный Когда я был лучшим бомбардиром Как тебя еще не отчислили После такого Когда ты смог обойти Наоборот Президента Ну тогда он не был президентом Тогда не был президентом Тогда он был Руководителем Просто руководителем Руководителем Барса Да И действующим игроком Ну это реально Начало 90-х годов Ну собственно Вот о Барсе Да Откуда тогда Был привит Вот этот футбол Паши Интеллектуальный Пас Такая кикитака Можно сказать Да Ну со временем И безусловно С ростом Исполнительского мастерства Игроков Да Потому что Где-то Если сейчас Чуть-чуть про Барс сказать То вот период Когда Барс прибавил Это когда появились молодые игроки Ну не будем кокетничать Меркулов Егоров Да Это вот эти вот Девятые По-моему там Десятые года Что-то такое Пятые-шестые 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 Если в сборную Там ты вызываешься Да Вот И Как раз Стали появляться Ребята Ну скажем так Профессионального уровня Да Которые могут Исполнить Эту там Тикитаку Как ты сказал И т.д. и т.п. То что все-таки До этого был Когда момент Несколько лет Все-таки Мы играли больше Ну так скажем На эмоциях На здоровье Да Опять же На Диминых установках Легендарных Ну они продолжились И вот до 2017 года Паша Ну ты достал же Чемпионский год 2005 год Наверное Тоже с ностальгией Его вспоминаешь И наверное Ты с гордостью Можешь сказать Я был чемпионом Западной лиги Да Я могу сказать Я был чемпионом Западной лиги Вот Хотя наверное Я думаю Что например Максим Ковальчук С большей гордостью Можешь сказать Он четырехкратный Был в составе Барса Да Вот Я все мечтал Что он пятую возьмет Да Этот парень Тоже там Долго за Барс играл Ну Да 2005 год Чемпионство То есть это была там Неимоверная радость Потому что по тем временам У нас Дерби Да Это были С Балтикой Вот Со Спартой И с Каитом Да Была такая команда В ФЛ когда-то играла Вот И собственно Среди вот этих четырех команд Обычно Была борьба Чаще Спарта становилась чемпионом Но 2005 год Вот тогда у нас Удачно очень сложился То есть реально был хороший состав Мощный Да Хорошие защитники Отличный нападающий И там Я всю жизнь играл Крайнего полузащитника И Но у меня было Очень вольготные условия Потому что я мог Назад я мог не бегать Ну Почему Почему так Ведь это же несправедливо Ну Почему так Нет Я бегал конечно назад Бегал Вот Тогда я бегал быстро Вот Но Защита была Такого хорошего уровня Да И в центре у нас Играл Андрей Буров Центральный полузащитник Этот кстати Вот Человек Он по-моему Главный судья Или Да Главный судья На юго-западе На юго-западе Да То есть он в этой структуре работает Вот И То есть было очень удобно Отдаешь мяч в центр Защитники отбирают Отдают в центр Или сами движутся Отдают на фланг Ты только беги Замыкай на дальний Потому что ты сказал Моя позиция Да вот И сидеть на лавке Там Особо у меня желания не было То есть мог бы еще посидеть Но особо желания не было И в принципе Именно с футболом Как таковым Да С результатом С желанием Я в 2010 году 18 лет отыграв за Барс Я как бы и закончил Ну, со спокойной душой Уходил Я не знаю Что правильно мы в итоге сделали Что не стали Потому что у меня к Барсу Остались дружеские Очень теплые отношения Я многих ребят знаю И до сих пор общаюсь И не было пересечения В роли функционера Так могли бы быть проблемы Ну, какие-то, да Как бы по-другому бы Сейчас, возможно, смотрел бы на Барс Да, конечно Паш, вот Прочитал недавно Что Ну, точнее У Кобик Берайн Недавно был день рождения Вот И была интересная статья Спорт-экспресс Это баскетболист такой Я знаю О том Что, собственно, у него После завершения карьеры Он законил В 2016 году Жить заиграл Какими-то новыми красками И он там попробовал себя В тех или иных Ипостасях Вот что-то подобное У тебя было То есть Где-то ты себя По-новому попробовал Нет? Может быть, времени больше Да, освободилось В обычной жизни? Да, конечно В обычной жизни Особо нет Потому что Со следующего сезона Ну, как бы я сказал Что я свободен Да И по тем временам Просто через знакомых ребят Поиграл, по-моему В команде Атлетик А Олимпик Это там первая Вторая лига Да Вот И потом со временем Спарта 2 Но сейчас уже Последние несколько лет Для меня это все-таки Не как спорт высших достижений Да Конечно, выходя на поле Я тоже хочу выиграть Обвести Забить Да Смотрю там Таблицу Результаты Но все-таки Больше Это уже Как в моем возрасте Для поддержания здоровья Вот А Максим Ковальчук Он человек Какого-то С пятью сердцами Да Поэтому Он может себе позволить Да Он постоянно отмечает Что Максим Сергеевич С пятью А может быть И с десятью Он может себе позволить Да Бегать еще В премьер-лиге Мне кажется Еще лет пять Паша Ну давай как раз Посмотрим На турнирную таблицу Второго дивизиона Сегодня мы сделаем акцент Именно на дивизион Б Сейчас она на ваших экранах Паша Ну вот В сайт Атлетика Ривьера Портер Да Вот четыре команды На мой взгляд Это вот Те Фавориты Которые И наверное Будут бороться За Выход Наверное Из второй лиги Согласен? Нет То есть не согласен Да Но вот я скажу свое мнение Почему Да В сайт все-таки Это люди Александра Несерова Команда Да Которые Прекрасно Укомплектованы Атлетика Недавно играла В первой лиге Максим Киселев Там тоже Рулит неплохо Конечно знаю Ривьера Была долгие годы Очень стабильным Участником Первого дивизиона Которая была Одно время Чуть ли не на выход В премьер-лигу Ну а Портер СВ Собственно Это дочерняя компания Так скажем Портер основного В западной Прямой лиги Я думаю Что там тоже У людей есть Амбиции Вот Паш Почему не согласен? Ну потому что Прошел только второй тур И ни с одной из этих команд Мы не играли Я не могу сказать Какие у них амбиции Ну окей Две команды у нас спустились С первой лиги Понятно что уровень хороший Должен быть Но так как Чемпионат только начался И вообще у нас есть команда Во втором дивизионе Которые вообще только появились Вот мы В прошлый тур Мы играли с командой Феникс 9 Там у них на лавке Дмитрий Булыкин сидел Насколько я понимаю Он руководитель команды Он руководитель команды Вот собственно да Интересно Феникс 9 Дмитрий Булыкин на бровке Я все думал Он выйдет на поле А потом мне сказали Говорят нет Он руководитель А по-моему играет в техносилие За высшую лигу За премьер лигу Да В техносилие он Паш Как кстати команда Булыкина Ну они нас обыграли 5-2 Ну в принципе Достойный результат Да Достойный результат Для нас нет Вот например Ну буквально да Вот по этой одной игре Например мне вот там Соперник ну скажем так Понравился да Я просто не видел Как например Там бегают сейчас ребята Да из Ривьеры Из Атлетика И в целом Каждый новый сезон Вот в принципе В вторых дивизионах Это видно Каждый новый сезон Очень часто команды Очень сильно переделываются Да То есть нет какой-то там Постоянный костяк И вот они играют да Все время какие-то новые игроки То есть Кто-то Грубо говоря там Не знаю Устает в премьер-линии Да такой ветеранский вариант Мой да Все ребят Я там хочу попроще побегать Да Вот кто-то после травмы Кто-то ищет новую команду Кто-то уходит там в аренду Да Поэтому очень часто Составы тасуются А например В этом году Ну вот Спарта да Мы попали вообще В дивизион Б В прошлом году Мы выступали в дивизионе А Ну от этого по сути Никакой разницы-то Нету Какой дивизион Нету Но команда-то Новая Непривычная Ну в любом случае Идет какая-то Кикучка Что называется Команды Добавляются Уходят От этого никуда Не деться Паш Вот про Феникс Здесь все-таки Да Где Дмитрий Булыкин Он Как ты думаешь Его команда сможет Претендовать на выход Ну опять же Очень рано так говорить Вот даже если сравнивать Просто с большим футболом Да Которым и все увлекаются Вот После После скольких Одного или двух туров Да Можно сразу сказать О вот эти будут на чемпионов Претендовать Нет конечно То есть 5-6 туров Хотя бы посмотреть Да То есть В том числе Как допустим Эта команда Играет с другим соперником Ну которого ты знаешь Да То есть Вестсайд 2 Да Вот команда Саша Нестерова Вот посмотреть на их матч Там да Будет понятно Ну и плюс конечно Второй дивизион Чем Как сказать Своя Я не знаю Интрига не интрига Своя фишка Очень часто Очень часто Да Зависит От того Как собирается команда Да То есть если в премьер-лиге Как бы достаточно Ну Стабильные сборы Достаточно стабильные сборы Да Эта редкость Здесь тоже практически нет Каких-то пропусков Команд Да Вот Но очень часто Здесь как собирается команда Да То есть Приехал сильный состав Не приехал сильный состав Ну понятно Выходные Да Все же Кто может Кто не может Ну С тобой согласен Как собирается Спарта Это немаловажный вопрос По крайней мере Для меня Как со сбором у Спарты Это вот первый вопрос В первых двух турах Мы собрались Ну это уже Хорошо Это уже хорошо И ты участвовал В одной Я в одной игре В одной игре участвовал В опуске был В первой Да Вот как раз С Фениксом 9 Да Участвовал Паш Ну собственно Сейчас осталась Одна Спарта Вы понимаете Да Что Какой груз ответственности Возможно На вас лежит Потому что Все-таки Не хотелось бы Совсем терять Из недр ЛФЛ Такую команду Ну такое Такое легендарное название Как бы Да Такую историю Представляем Да То есть Ну врать не буду Не то что Мы там все Все схватились Кружок И потрясли руками Но конечно Сам бренд Спарта Обязательно надо сохранить Да То есть Скажем так Просто тихо рассыпаться Мы не собираемся Да Мы вряд ли будем Я так думаю Ты по турниру Облиценно По турниру Я имею в виду Бороться сложно За выход За верхушку Да Сложно Вот как бы На том составе Который у нас есть Да Сложно Вот Но у нас какой-то За последние годы Сложился какой-то такой Свой график выступлений Да То есть Мы начинаем Ни шатка ни валка Потом даем такую Назовем так Зимне-весеннюю серию Да А дальше в конце Опять уже по ситуации Да Вот То есть Или цепляемся Ну или так В серединке остаемся Ну опять же Да Зависит от Состава команды Тут еще момент в том Что Например у нас команда Ну средний возраст игроков Благодаря таким Старожилам Да я тоже Хотел сказать Старожилам Да Мы Я Дима Третьяков Он тоже мой ровесник Ему тоже за 40 Дима Третьяков Говорит Опыт Ты не пропьешь Паш Опыт Нет А Скорость У нас уже не та С Димой Ну мы Все-таки Только познаем Тоже Второй Допустим Дивизион Как журналист Я имею ввиду И соответственно Мне кажется Что здесь Даже может быть Не скорость Выходит в таких Лигах Пониже Где-то уже И мышление И Мышление Мастерство Безусловно Но могу сказать Что в принципе Есть игроки Я не буду говорить Про команды По прошлому сезону То есть есть игроки Которые явно Не начинаются Второй лиги И у этих ребят Большой путь То есть Абсолютно точно Их будут звать И в первую Может быть Кого-то там И в высшую Против таких играть тяжело Ну опять же Сбор состава Если у тебя на замене Один человек А у соперника Пять И они еще молодые Бегущие А у нас Тяжело Да У нас там Средний возраст На поле 600 лет Подытоживая Уровень второй лиги Как тебе вообще В целом нравится Интересно Да 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 Неплохой Демократичный То есть Нету Нету проходных игр Да То есть Соперник То что Периодически Я там Видел Присутствие на трибунах Да Когда был Четвертый дивизион Или третий Да Когда Одна команда Другую Ну просто там Убивает и хоронит Да Такого вот Во втором дивизионе нет То есть Появляются Понятно Новые командочки Да Ты там Их не знаешь Но в итоге Они как бы Подтягиваются Подтягиваются И конечно Упорный матч Уровень Очень неплохой Я не знаю Как в других Лигах Да То есть В других Я бы сказал Кругах Да Ну примерно Плюс-минус Везде Одинаковый Уровень Ну и Паша Давай Предлагаю Посмотреть Еще Таблицу Дивизиона А Так Давайте Поглядеть Что называется На нее Здесь у нас Впереди Adidas U23 Это Совсем Молодая Команда Классика Пока что Неизъеданная Для нас Литуаль Литуаль В твои годы Еще играла Да В западной Премьер-лиге И там даже По-моему Ребята Я зрительно Помню Кто еще Бегал Тоже В начале 2000-х Ну и Собственно Медик Входит в четверку Но это Тоже Легендарная Команда Легендарная Команда ЛФЛ К сожалению Сейчас она Попала В такой Небольшой Кризис И находится Во втором дивизионе Но я думаю Что имеет все шансы И является Одним из главных Фаворитов На возвращение Собственно говоря В первый дивизион Повышение В Классе В ранге Да В ранге Возможно И чемпиона Ну что ж Паш Спасибо большое Что сегодня Посетил Нашу Студию Надеюсь Это был Естественно Не последний Раз Ну а сегодня У нас В гостях Был Павел Величко Игрок Футбольного Клуба В прошлом Барса А ныне Спарты Дорогие друзья На этом Наша передача Подходит К концу Хотел бы Плагодарить Всех гостей Которые Приехали К нам В студию И поделились Своими мнениями Ну а Нам осталось Лишь Пронансировать Трансляцию Которая состоится В субботу В 7 вечера Мегатитан Сыграет СЦДН Это будет Очень интересно И жарко Поэтому Всех вас ждем Либо около экранов Телевизоров Либо на стадионе Мы вам говорим До свидания Увидимся через два тура До свидания Играйте в футбол Не ждите меня на работе Умойте Работы такой халтуры Меня не ищите на пляже В объятиях Владиночки даже Я буду сегодня на туре 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 Я буду сегодня на туре На туре На туре На туре Смотрите все это На туре Я буду весь день На футболе На лавке И даже на поле И в ливень И в снежную бурю Вообще Погоду любую Меня вы отыщите тут же Гоняющий круг Мы побольше На туре На туре На туре Я буду сегодня на туре На туре На туре На туре Смотрите все это на туре